Война в Чечне была, как и Первая Чеченская война, как и Вторая Чеченская война. Война в Чечне и в первом, и во втором случае организовывалась госбезопасностью. Сначала Степашиным через ФСК, потом Путиным через ФСБ, как страховка для отмены выборов, если не побеждает кандидат Кремля. Это та причина, по которой Коржаков, развязав войну в Кремле, пытался отменить выборы и сделать Ельциным нелегитимным президентом, чтобы со временем посадить на его место сысковца, который уже был заготовлен. И это та причина, по которой разжигалась война в Чечне второй раз, чтобы если вдруг по тем или другим причинам не будет получаться сделать президентом Путина, можно было бы под этим предлогом отменить выборы сентября 1999 года. Как только прошли выборы в августе 1996 года, уже перестало быть необходимым продолжать войну в Чечне, были подписаны хазоверские соглашения. И как только победил Путин в 2000 году, перестало быть необходимым продолжать военные действия в Чечне. И через Кадырова, сначала старшего, потом младшего, Чечня была умиротворена. Произошла чеченизация войны в Чечне. Помните, как была попытка вьетнамизации войны во Вьетнаме, неудачная. А вот политика чеченизации войны в Чечне, она оказалась вполне продуктивной. Ну да, хотя с точки зрения российской политики, Чечня, конечно же, в результате абсолютно была для России потеряна и уже потеряна навсегда. Ну это да, но вы имеете в виду, по крайней мере, федеральные войска смогли оттуда уйти, а порядок в республике тот, который нужен был Путину, взялся поддерживать Кадыровский клан. Но, смотрите, у меня есть два важных взаимосвязанных вопроса, которые тоже касаются Бориса Березовского. Вы же все-таки соавтор книги покойного Александра Литвиненко «ФСБ взрывает Россию». Все-таки эти взрывы и, собственно, вся чеченская авантюра 99-го года, она была все-таки первую очередь для того, чтобы обеспечить возможность отмены выборов, если что, или все-таки для того, чтобы создать в краткие сроки из Путина вот произвести такую возгонку неизвестного толком широкой публики миллионам избирателей, неприметного чиновника до масштабов лидера борьбы с чеченским терроризмом? Безусловно, первое, не второе. Потому что и первая чеченская война, и вторая чеченская война начинались по одной и той же схеме. Теракты – начало войны. Просто в 95-м году эти теракты были, в 94-м году эти теракты были хиленькие, слабенькие, а к 99-му году цинизм населения уже был немножко другим, и теракты должны были быть более крупными. Но на самом деле теракты нужны были для того, чтобы был повод объявить войну, а война нужна была для того, чтобы был повод отменить выборы, если побеждал бы не кандидат Кремля. В 96-м году эта угроза была очень серьезной, потому что мог победить Зюганов. В 99-м году эта угроза, конечно, не была такой серьезной, но поскольку мы имеем дело с госбезопасностью, которая любит действовать наверняка и закладываться на любые возможности, то эта возможность вот таким образом была тоже определена. У вас, кстати, с тех пор не появились сомнения относительно версии, что взрывы жилых домов были делом рук агентов спецслужб? Или, может быть, наоборот, вы укрепились с тех пор? Наоборот, я укрепился с тех пор, и я вам скажу, почему. Почему? Во-первых, прошло уже 20 с лишним лет. Во-первых, было проведено расследование ФСБ. Допустим, мы забудем про все, что писали мы с Литвиненко, и поверим расследованию ФСБ. Даже по версии ФСБ в эту операцию не был вовлечен ни один чеченец. А войну начали против Чеченской республики. Это первый аргумент. Второй аргумент. День начала Второй Чеченской войны. Вторая Чеченская война началась 23 сентября 1999 года. Это день, когда российские самолеты стали бомбить Гросс. Это день, когда в Рязани были арестованы два сотрудника ФСБ, пытавшиеся по одной версии подложить мешки. На месте преступления фактически. А по другой подложить мешки с гексогеном. Но независимо от того, что было в этих мешках. Либо операция была уже заранее назначена на 23 сентября, потому что предполагалось, что в Рязани будет взорван дом, и это станет, в кавычках, последней каплей российской власти для того, чтобы начать военные действия. Либо после того, как стало ясно, что местные рязанские правоохранители, это были местные правоохранительные органы Рязани, арестовали двух офицеров ФСБ, Путин понял, что журналисты и общественность сейчас очень быстро сложат 2 плюс 2 и получат 4, и поймут, что все дома в России взрывались госбезопасностью. И что нужно начинать немедленно войну, чтобы уже война стала необратимым фактором политической жизни в России. Я не думаю, что кого-то волновал имидж, авторитет Путина, поскольку с точки зрения ФСБ все было достаточно стабильно и гарантированно. По схеме было три кандидата, как мы знаем, в премьер-министры, Примаков, Степашин и Путин. Все три человека были из госбезопасности. С точки зрения госбезопасности, любой из них мог быть сначала премьер-министром, потом стать ИО и потом президентом. А ФСБ было все равно, кто это будет, Степашин, Примаков или Путин. Ну вот так сложилось, что им стал Путин. А не нужно было искусственно поднимать авторитет Путина. Авторитет Путина, как бы корпорацию ФСБ не волновало. Волновало, что... Ну все-таки справедливости ради, надо сказать, что Примаков не был человеком ФСБ, он все-таки был человеком службы внешней разведки. Служба внешней разведки, служба внешней разведки, это как бы бывшие первые ПГУ, КГБ госбезопасности. То есть это самые как бы элитные, элитарные части ФСБ. Ну да, но любой ветеран службы внешней разведки вам расскажет, как первый главк презирал и ненавидел второй, из которого выросла ФСБ. Внутренний контрразведок. Ради бога. Дело в том, что там вообще люди, мягко выражаясь, нехорошие работали. Это был гадюшник, как бы, похуже всех остальных советских структур. Да, поэтому из того, что там кто-то кого-то ненавидел, там сейчас, может быть, все друг друга ненавидят. Да кто их там, кто там вообще кого-то любит? Путин Патуршин? Я не думаю. Это для нас не аргумент. Есть версия, что Путин на самом деле страшно не любит службу внешней разведки, потому что это та структура, которая его когда-то отторгла, которая не приняла его на службу. Есть такая версия, но понимаете, это все как бы в мирное время это интересно. Вот в мирное время интересно обсуждать конфликты между Патуршевым и Бортниковым или Бортниковым и Путиным. Это в мирное время. А сейчас есть корпорация госбезопасности, которая весь мир поставила на грань термоядерной войны. И я думаю, что вот в таком контексте, конечно, это ведомство едино в своих мыслях, действиях, политических планах. И в этом плане никаких разногласий между Путином, Патуршем и Бортниковым нет и быть не может. И коллегия ФСБ, которая сидит за всеми. Ну нет, службу внешней разведки у нас возглавляет Нарышкин. Ну да. Помните, как его Путин отчитывал и явно унижал перед началом войны на том самом памятном совещании? Просто ощущение было и в этом диалоге что-то мстительное по отношению к этой бывшей КГБшной элите. Может быть, но тем не менее согласимся. Нарышкина не расстреляли, не посадили в тюрьму и даже не уволили с работы. А Путин никого из своих не в тюрьму не посадил ни разу? Конечно, конечно. Ни разу не расстрелял? Поэтому это они вот так публично пошутили, да, все дружно и немножечко под Нарышкиным, над Нарышкиным так похихикали. Но на самом деле дискуссия же у них, кстати, была не по вопросу о том, начинать или не начинать войну против Украины, например. А по вопросу о том, по-моему, аннексировать Донбасс или не аннексировать, или сейчас аннексировать, или потом аннексировать. Тогда они обсуждали тему признания независимости и суверенитета. Вот, да, правильно. КНР и ДНС. Совершенно верно. Продвижалась эта концепция, правда, недолго, уже по осени они их таки аннексировали. Вот, совершенно верно. То есть на самом деле они обсуждали, у них была дискуссия по вопросу о том, класть две чайные ложечки сахара в стаканчик или три чайные ложечки. И тут они с Путиным разошлись. Путиным разошлись.